Лжемитинг возле дома экс-президента накануне осветили два местных СМИ. Скудно скооперировавшихся якобы митингующих с плакатами специально привезли к дому Алмазбека Атамбаева. Это очевидно, если смотреть видео с камер наружного наблюдения. С плакатами и без особых лозунгов они прошли мимо дома, даже не задержавшись у ворот виновника собрания. Затем благополучно сели в машину и уехали. В соцсетях уже выяснили, что дирижировал акции сотрудник телеканала НУР-ТВ, принадлежащего Ахматбеку Гильдебекову. Журналистка, которая берет интервью, тоже оттуда. Выглядит так, будто митинг специально собран только для постановочной съемки. На устах собравшихся требование вернуть землю, на которой стоит дома Атамбаева. Кому вернуть, неясно, наверное, даже им самим. А уже сегодня, возмущенные открытой провокацией, односельчане экс-президента устроили ответный митинг, заметно более многочисленный. Они собрались в койташе с призывами найти и наказать провокаторов. Мы собрались сегодня вот по какому поводу. А Ахматбек Шершенович живет в нашем селе. А тут привезли из Нарына непонятных людей с плакатами. После этого мы собрались, чтобы выразить свое негодование. Мы требуем не стравливать людей, не сталкивать нас с жителями других регионов. Эта земля уже давно принадлежит Алмазбеку Шершеновичу. Это не чужая земля, а его родных, его предков. Власть уже дошла до крайней точки, начали тревожить мирных жителей. У нынешнего главы государства тоже есть участок. Немаленький, 100 гектаров высокоте. Это не единственная его земля. Почему о ней молчите? Митингующие упомянули об участке не только в Чуйской области, но и о немалых владениях действующего президента на юге страны. На постановочные митинги власти идут не впервые. В ноябре также у дома Атамбаева прошла акция героев апрельской революции. Ни лозунгов, ни тезисов, только интервью госканалу о том, что помощи от экс-президента не было или была, но мало. Другие родственники героев такой постановкой вопроса недовольны. Мы, семьи погибших, лучше знаем, какая помощь нам оказывалась все эти годы. Именно поэтому мы собрались. В трудные для нас времена и государство, и лично Алмазбек Шершенович не оставили нас одних. Сейчас он уже не президент, но все равно продолжает нам помогать. Как морально, на встречах, так и материально, через фонд. Сценарий той встречи ровно такой же, как сейчас. Сейчас пикетчиков и журналистов привезли, они вышли, постояли, дали интервью, уехали обратно. Якобы в тот день все эти люди ехали на Атабиит, почтить память погибших. А у дома экс-президента остановились по дороге. Только вот дом этот вовсе не по пути. Кто стоит за всеми подобными провокациями, народ не знает, но настоятельно требует прекратить их. Уважаемый Саранбай Шарипович, мы выбрали вас, чтобы вы были справедливым главой. Почему к Атамбаеву в его родное село приходят какие-то провокаторы? С сегодняшнего дня мы сами начнем караулить его дом. Зачем вы стравливаете народ? Вместо того, чтобы защищать нас законным путем, вы делаете наоборот. Во время предвыборной гонки вы давали нам слово, но вы его не сдержали. Вам должно быть стыдно. Митингующие приняли резолюцию, согласно которой, если провокации не прекратятся, они отправятся маршем к Белому дому, требовать справедливости от нынешнего президента.